Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости в студии Ирина Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. Авторы репортажей расскажут о том, что волнует жителей областного центра, какие решения принимаются, какие инициативы реализуются. Коротко о главном. Новый, современный, уютный и комфортный дом для жабенковских ребятишек. В городе Спутники Бреста открыли детский сад на 240 мест. Это подарок малышам и родителям к новому учебному году. Подарить сказку, окунуть в чудо, дать возможность еще на шаг приблизиться к уникальному миру под названием «Театр». Международный фестиваль «Белая Вежа» в 26-й раз открывает свои двери для жителей и гостей областного центра. 20-летие празднует Белорусский Республиканский Союз Молодежи. Два десятилетия для большой дружной семьи Брсэм стали залогом прочного фундамента для будущего в неразрывной связи с исторической памятью о прошлом. Впереди еще много ярких проектов, открытия новых имен и покорения новых вершин. В эфире программа «Итоги недели» и прямо сейчас об этом и не только. Республика Беларусь – страна, где на практике реализовывается принцип неразрывности образования. Забота государства о его качестве и доступности для каждого ребенка, начиная с детского сада – одно из стратегических направлений социальной политики. Всего в нашей стране в 2022 году планируется строительство 13 учреждений дошкольного образования на 2275 мест. Работа по строительству и реконструкции учреждений среднего и дошкольного образования непрерывно ведется и в Брестском регионе. Современный детский сад на 240 мест стал отличным подарком к новому учебному году для жителей города-спутника Бреста – Жабинки, а торжественное открытие объекта стало важным событием для всего региона. Каким получился новый дом для жабинковских ребятишек, расскажет Людмила Логодич. Современный яркий объект в три этажа с панорамным остеклением сегодня украшают строящийся квартал на северо-востоке города Жабинки. Новый детский сад номер 6 на 240 мест построили буквально за полтора года. А торжественное открытие объекта стало долгожданным подарком для всех жителей районного центра. Мы традиционно, вы как видите, по всей области к первому сентябрю, чуть-чуть раньше, чуть-чуть позже, сдаются такие объекты, которые мы нарабатываем год-два и в кратчайшие сроки строим школы сегодня, сады. Мы реконструили также отдельные объекты образования для того, чтобы наши дети могли от самого начала до своего выпускного класса получать и учиться в очень хороших условиях. Чтобы вы были здесь росли и воспитывали самыми умными, самыми добрыми, самыми патриотичными. Вы были просто счастливы. Стоимость строительства составила порядка 12 миллионов рублей. Финансирование было выделено за счет районного и областного бюджетов. При выполнении стрельдомонтажных работ 93% выполняли УП Жабинковской ПМК-10. Также из нашего объединения помогали строить СПМК-6, СПМК-8 и СПМК-14. Материалы на данном объекте применялись практически все белорусского производства. В новом детском саду все продумано для комфорта и безопасности маленьких воспитанников. Детишек ждут просторные светлые групповые помещения, оснащенные современным оборудованием пищеблок, где готовится вкусная и сбалансированная еда. Руководством региона поставлена задача уделить особое внимание качеству питания в учреждениях образования. Меню должно быть составлено из продуктов местного производителя. Не менее важна и программа занятий. Ее помогают реализовать компьютерно-игровая комната, вместительные музыкальные и спортивные залы. Детишкам некогда скучать, их день расписан по минутам. Ну а настоящей изюминкой детского сада и самым любимым местом для всех воспитанников является вот этот новый бассейн под открытым куполом. Воспитанники с нетерпением ждут начала занятий, которые начнутся с октября месяца. Всего в учреждении дошкольного образования предусмотрено 13 групп, в одной из которых будет работать дефектолог. Есть интегрированная группа, куда будут зачислены дети с особенностями психофизического развития. Воспитанники уже посещают детский сад с 5 сентября. На данный момент в учреждении образования всего числится 209 детей. Мне больше всего нравится бассейн. У нас очень вкусно кормят. А что самое вкусное? Запеканка. Хорошие воспитатели здесь? Хорошие. Интересное занятие? Интересное. Много друзей у тебя? Много. Мы в сад ходим со вторника, мы привели старшего. Старшему ребенку очень нравится в новом саду. Ну с первым мы пока первый день, поэтому у нас пока адаптация. Садик новый, современный, находится в шаговой доступности, очень удобно. Будем надеяться, что детям понравится. Администрация и сотрудники делают все возможное, чтобы родители были довольны, а детишкам каждое утро хотелось идти в детский сад. Спрашиваешь, дети вам нравятся? Они с улыбками, да. Слез нет. У нас адаптация проходит спокойно, умеренно. Родители счастливые, что детский сад появился в шаговой доступности. Вы сами видите, что у нас разостраивается новый микрорайон жилых домов. Поэтому все довольны, все ждали. Это долгожданный подарок для нашего города. Большое внимание уделили и прилегающие территории. Она оснащена видеонаблюдением, оборудована синевыми навесами, разделена на игровые зоны и физкультурные площадки. Для малышей есть даже автогородок для изучения правил дорожного движения. Совсем скоро в новом квартале будут жить порядка двух тысяч человек. И малыша из каждой семьи будут рады видеть в современном детском саду. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Яркими красками, потрясающими премьерами и настоящим взрывом эмоций ворвалось в сентябрьские будни главное событие культурной и театральной жизни Брещины. В 26-й раз город над Бугом становится площадкой для грандиозного международного фестиваля «Белая вежа». С 9 по 16 сентября долгожданный праздник театрального искусства порадует его ценителей творческими шедеврами от 25 театральных коллективов. Драматические, музыкальные, уличные театры и театры кукол из девяти стран мира – Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Дании, Кыргызстана, Польши, России и Узбекистана – 9-й порадуют гостей и жителей Бреста новыми интересными спектаклями, экспериментами и потрясающей актерской игрой. Ведущими торжественной церемонии открытия стали Вера Полякова-Макей и Леонид Якубович. Ощутить феерию, роскошь и великолепие театрального искусства и пережить всю палитру эмоций предлагает зрителям 26-й международный фестиваль «Белая вежа». С 1996 года на площадке театрального форума сыграно более 700 спектаклей, а его географию составили за это время 58 государств мира. Театральное искусство – это мощная сила, которая объединяет, несмотря на все преграды и расстояния. Фестиваль «Белая вежа» – это старейший фестиваль в Республике Беларусь. И мы горды, что этот фестиваль уже в 26-й раз будет проходить в городе Бресте. Наверное, составляющего этого фестиваля несколько. Одно из них, конечно же, это творческие коллективы, которые готовят этот фестиваль. И здесь нельзя не вспомнить бессменного директора этого фестиваля, Александра Александровича Козака, который – это частичка его жизни. Это, наверное, и брестские зрители, которые искренне, профессионально понимают и чувствуют театральное искусство. Это благодаря им тоже долголетие этого фестиваля. Ну и наш город, он всегда был творческий. Естественно, у нас в этом году, как всегда, присутствуют спектакли разных жанров, разных коллективов, театра «Куполы», площадной, моноспектакли, музыкальный спектакль. Поэтому я думаю, что то разнообразие афишек, которые мы заявляли на протяжении 25 лет, я думаю, сохранено. Получается как бы четыре площадки, ну, если условно, даже пять. Потому что две площадки у нас в театре, вы знаете, одна – большой зал, малый зал, театр «Купол», площадь Ленина и армейский клуб. Очень бы хотелось, конечно, чтобы на посте Ленина побольше было спектаклей, но я думаю, что мы как-то потихонечку возродим эту традицию. В этом году фестивальная программа посвящена теме исторической памяти. В афише заявлено 28 талантливых постановок от 24 театральных коллективов. Свои работы на суд зрителя представят драматические музыкальные уличные театры и театры «Купол» из Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Дании, Кыргызстана, Польши, России и Узбекистана. Фестиваль берет тем, что он уникальный, такой единственный в Беларуси многожанровый театральный фестиваль. Здесь есть спектакли театра «Драмы», театра «Купол», музыкальные спектакли. Есть спектакли для взрослых и детей. Очень подкупает тем, что есть спектакли и зрительские, и есть спектакли экспериментальные, достаточно серьезные. И, конечно, уникальна «Белая вежа» тем, что она ориентирована на страны СНГ. Она не ограничится, конечно, этими странами, приглашает интересные спектакли из абсолютно разных государств. Но то, что здесь можно увидеть узбекский, таджикский, туркменский театр в разные годы, то, что мы уже, скажем так, давно не видели, а молодежь, наверное, не видела вообще никогда, На суд зрителей мы привезли на этот раз мой моноспектакль, который называется «Я люблю и любима» по пьесе Жанна Ануя «Оркестр». Интересно, что все пять женских ролей играю только я. И очень важно узнать мнение зрителя. Я думаю, что брестский зритель ответит благодарностью. Это далеко, но я думаю, что фестиваль сближает всех артистов. И эта театральная атмосфера, которая сейчас здесь царит, очень радует. Порадовал зрителей выбор открывающего спектакля. Первую постановку презентовали ведущие торжественной церемонии открытия Вера Полякова-Макей и Леонид Якубович. Это не только дань уважения к прошлому, но и ценностные ориентиры на будущее. Выбор спектакля, открывающего этот фестиваль, наш театральный праздник не смущает. На сцене Брестский академичный театр драмы. Спектакль «Непокидание не» по воде пьесы знакомитого белорусского драматурга Алексея Дударова. У постановцы заслуженного идея Мастарского Республики Беларусь, Мастарского херебника Брестского академичного театра драмы Александра Козака. В центре внимания герой войны капитан Михасёв, который назначен командиром специальной разведгруппы из четырёх человек. За короткое время он должен превратить новичков в настоящих разведчиков и подготовить к секретной миссии за 20 дней. Главная интрига в том, что разведгруппа состоит исключительно из женщин. Вы, люди, взрослые, несёте полную ответственность за свои поступки. На вас особая форма одежды. И мы с вами находимся при исполнении особо важного задания. Бегас на его выполнение может прийти в любую минуту. Если кто без разрешения оставит место дислокации группы, трибунал. Замечательная, искренняя и пронизывающая постановка на два часа заставила зрителей забыть обо всём. В антракте они поделились впечатлениями. Всё, что связано с Великой Отечественной войной, вообще не может не тронуть. А спектакль очень интересный, ждём продолжения. Я под глубокими впечатлениями, потому что игра актёров просто на уровне, на высшем уровне и до слёз. Правда, я вот сейчас даже не могу просто встать и пойти, потому что настолько всё глубоко. Я не знаю, что-то такое откликается изнутри, что, ну, в общем, тяжело. Очень трогательно. События такие, девчонки вот эти на войне же, девочки молодые, очень чувствительно. Когда смотришь, забываешь, что находишься в зрительном зале, присутствуешь как будто там. Автор драматической баллады «Не покидай меня», по мотивам которой поставлен спектакль, тоже был среди почётных гостей фестиваля. В этот день он вместе со всеми зрителями смотрел постановку. Я просто хотел сказать, что уже войны не только не женочая, а ближчая, а ли не мужчинская, а уже там больше не детячая. А тут на сцене дети. Какие же только у дорослых гуляют, потому что дети. Открытие фестиваля стало ярким и фееричным. А впереди ценители театрального искусства ждёт множество ярких открытий. До 16 сентября театральный форум ждёт гостей. Каждый из дней обещает стать незабываемым. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим об актуальном. 17 сентября в стране уже второй раз будет отмечаться государственный праздник – День народного единства. В преддверии его по всей стране запланированы десятки различных мероприятий. В Брестском государственном техническом университете стартовал республиканский общественно-политический марафон «17 грани единства». В Бресте это мероприятие, проходившее в формате диалоговой площадки, объединило членов Белой Руси не только города Бреста, но и области. Этот крупный общереспубликанский проект был запущен по инициативе Республиканского общественного объединения «Белая Русь» во взаимодействии с Республиканским государственно-общественным объединением «Белорусское общество знания». О том, как прошел форум и какие темы обсуждались, в сюжете Анастасия Мелешкевич. Идея установления Дня народного единства в стране была озвучена еще в феврале прошлого года на 6-м Всебелорусском народном собрании. Президент Беларуси поддержал инициативу, после чего подписал указ об учреждении нового государственного праздника. В этом году День народного единства в Беларуси будет отмечаться во второй раз. В преддверии праздника в Брестском техническом университете прошла акция «17 грани единства». Спикерами мероприятия выступили активисты Республиканского общественного объединения «Беларусь» и «Общество знания», а участники – представители общественных организаций патриотической направленности. Мы продумали повестку дня. Будем обсуждать именно актуальные вопросы, как то перспективы партийного строительства Республики Беларусь, патриотические ценности беларусского народа, цивилизационный выбор Республики Беларусь в современном мире, и перспективы развития нашего общественного объединения, в каком направлении ему должно развиваться. Обсуждались также и такие важные вопросы, как духовные ценности и традиции беларусского народа, патриотическое воспитание молодежи, совершенствование отношений Беларуси с Россией. Диалог прошел явно очень содержательно, эмоционально и, конечно же, на высоком уровне. Мероприятия прошли на самом высоком уровне, и мы хотим получить хорошие практические результаты, а прежде всего посмотреть на региональном уровне лидеров общественного мнения, наших будущих спикеров, которые потом смогут на всю Республику доносить нашу позицию, наше мнение, потому что Брестская земля – она священная земля, земля героев. Поэтому мы очень хорошо настроены на то, чтобы наши мероприятия были одними из лучших в стране. Марафон «17 грани единства» – это не просто прямая речь организаторов. Это диалоговая площадка, активными участниками которой стала в первую очередь молодежь. Они задавали интересующие их вопросы и получали честные на них ответы. Вы говорили о том, что все люди страны, все патриоты должны думать не одинаково, а об одном. И чтобы все люди думали об одном, я считаю, должна существовать некоторая национальная концепция, которая выражает и национальную идею, и дух патриотизма страны. Я хотел бы услышать эту национальную концепцию. Для того, чтобы был консенсус между гражданским обществом и государством, существует основной закон – это Конституция Республики Беларусь. Все мы с вами были участниками различных диалоговых площадок, обсуждений на уровне города, области, конкретного предприятия, учебного учреждения и так далее. Мы все принимали участие для того, чтобы разработать эту национальную идею, которая бы воплотилась в основном законе как документе, но не только высший основной закон страны, основной закон – это и политический документ, который включает в себя согласие между обществом и государством. Все, кто выступали на диалоговой площадке, те, кто слушали и задавали вопросы, были едины в том, что духовные ценности и традиции нашего народа должны быть неизменными и опираться на опыт многих поколений. Это любовь к родине и сохранение института семьи в традиционной форме, трудолюбие, терпимость и другое. Именно поэтому девиз форума звучит так – единство, истина, будущее. Эти три слова, с моей точки зрения, тесно связаны друг с другом и отражают замысел нашего проекта. Единство – потому что мы направлены на единение наших граждан. Наша задача – не разъединять, а объединять. Белорусское общество должно быть консолидированным, солидарным, исплоченным. Истина – мы убеждены в том, что истинное знание – необходимое условие правильного принятия решений в современном мире. Очень многое, многие ошибки происходят от непросвещенности, от неразумия. Не случайно есть выражение – сон разума рождает чудовище. Мы должны просвещать разум, мы должны давать людям истинное знание о мире. Но и будущее, если мы будем едины, если мы будем просвещенными, зрелыми, то у нашего общества будет не просто будущее, а достойное будущее. То будущее, которое мы хотим видеть для себя и для своих детей. На мероприятии чувствовалось, что организаторы к нему подошли с большой ответственностью. Формат диалоговой площадки четко прослеживался. Вопросы от одного из спикеров этого мероприятия задавались всем студентам. Некоторые были в замешательстве, а некоторые отвечали с полной уверенностью. Говорят, что патриотизм в первую очередь – это дело, а не слово. Нужно ли говорить о патриотизме? А если говорить, то как? Для меня патриотизм – это любовь к людям, которые всегда окружают. Желание расти, развиваться на этой земле. Наверное, все. Форум «17. Грани единства» – одно из первых мероприятий в рамках празднования государственного праздника Дня народного единства. Впереди в Бресте будут проводиться диалоговые площадки, форумы, автопробеги и, конечно же, концерты. Еще в 2002 году в жизни белорусской молодежи произошло поистине важное событие. Две мощные массовые организации с активной гражданской позицией – Белорусский союз молодежи и Белорусский патриотический союз молодежи – объединились в одну. У истоков создания нового общественного объединения стоял лично президент Александр Лукашенко. С этого момента началась история развития Белорусского республиканского союза молодежи. За время деятельности организации через нее прошли тысячи неравнодушных к настоящему, прошлому и будущему своей страны молодых людей. Было реализовано множество полезных и увлекательных проектов. Выведено на новый уровень студотрядовское и волонтерское движения. А 6 сентября 2022 года Белорусский республиканский союз молодежи отпраздновал свой 20-летний юбилей. В Бресте к этой важной дате приурочено множество знаковых мероприятий и важных событий. На двух из них побывала и наша съемочная группа. Подробности в сюжете выпуска. Возле братской могилы советских воинов в этот день, несмотря на дождь, собрались люди нескольких поколений. Отдать дань памяти погибшим героям пришли активисты Белорусского республиканского союза молодежи, жители Бреста и ветераны. Торжественным митингом отметили важное событие в жизни города, оцифровку памятника и открытие знаковой таблички с QR-кодом. В рамках международного историко-патриотического проекта БРСМ «Цифровая звезда». Это важное событие – одно из мероприятий, приуроченных к 20-летнему юбилею организации. У нас на протяжении этой недели проходит большой цикл мероприятий. Хочется сказать, что, конечно, сегодняшнее мероприятие мы начали с возложения цветов и с митингом у воинского захоронения. Для нас очень важно чтить память, чтить память о войне. Не случайно мы выбрали это место, потому что это место для каждого брещанина, для каждого жителя Брестской области, для каждого белоруса, оно священно. И поэтому молодежь должна знать, что такие места есть, должна помнить эту трагическую историю. Я скажу, что у нас есть чем гордиться, потому что очень много реализовал проектов наш БРСМ за эти 20 лет. Такой проект, как «Цифровая звезда», который сегодня был представлен, он развивается по всей республике и за ее пределами. Неспроста он назван международным. Он нужен для того, чтобы молодежь и все граждане Республики Беларусь, все граждане за рубежом, они помнили. Помнили то, что у нас осталось и помнили то, что у нас было. Мы видим, как в странах соседнего государства, что происходит, как оскверняют на памятнике все, что осталось. Именно для того, чтобы молодежь помнила, существует проект «Цифровая звезда». Теперь каждый, кто захочет узнать об истории этого трагического места, где захоронено 10 героев Советского Союза, которые освобождали Брест, может просто считать QR-код на табличке у памятника. В Беларуси не должна исчезнуть память о трагической судьбе солдат и их подвиги, ведь историческая память связывает наше прошлое и будущее. Об этом, а также о традициях и достижениях Беларусского Республиканского Союза молодежи, действующих и новых проектах, итогах и планах на будущее говорили на диалоговой площадке, посвященной 20-летнему юбилею организации. Сегодня у нас действительно такой теплый, открытый диалог. Мы называем его «20 лет вместе». Очень важно, что сюда приглашены и руководители областной организации предыдущих лет, и руководители региональных организаций. Наша организация растит, кадры для нашего государства. Мы сегодня поговорим, вспомним о том, как тяжелее или легче была работа раньше. Мы поговорим о наших целях и задачах, потому что действительно в наше время задачи, наверное, усиливаются. Задачи ставятся серьезные перед нашей организацией. 6 сентября мы отметили знаковое событие, 20-летие с момента создания организации для каждого члена Барсэм, для каждого работника. И даже для бывшего работника это очень весомая дата в жизни, потому что для многих нынешних руководителей, выходцев из Барсэма, это было начало карьеры. Не зря в рамках дня рождения Барсэм реализуется такой проект, как «Барсэм. Шаг к успеху». Это действительно так, ведь многие начали именно с этого. Организация через 20 лет жизни видно, что она состоялась, что она жива, что традиции, которые были заложены в Комсомоле, они продолжаются. Самое главное, что патриотическое воспитание молодежи, оно идет, забота о ветеранах, забота о наших захоронениях, о памятниках погибшим, это все и есть. Хотел бы пожелать организации процветания, всем здоровья и с праздником. За долгий путь длиной в два десятилетия развивались и вышли на новый уровень студенческие отряды. Многим людям и организациям была оказана помощь в рамках волонтерского движения. А в списке областных молодежных строек, где принимали участие активисты Барсэм, патриотический центр, западный обход, автовокзал и медицинский центр. Благотворительные концерты, патриотические, творческие и спортивные мероприятия – это то, что составляет основу жизни большой дружной семьи, в которую входят тысячи юношей и девушек. Представляем Малорийский район, активное участие в общественной жизни Барсэма. Также мы ездим на турслеты прибужья, уже не первый год. Доброе сердце у нас акции есть, помогаем ветеранам труда. Я состою в общественной организации Барсэм уже три года. С этого года мы создали на базе нашего класса отряд охраны правопорядка «Алмаз». Он уже действует более полугода. Мы занимаемся охраной общественного правопорядка, постоянно выходим на патрулирование по городу, а также мероприятия, проводимые по нашему району. Барсэм – это одна большая семья, которая объединяет многих людей из разных структур, будь то работающая молодежь или еще учащиеся. Очень приятно сегодня встретиться со всеми. В этот день активисты и ветераны молодежного движения делились впечатлениями, вспоминали самые яркие моменты и строили планы на будущее. Два десятилетия для большой дружной семьи Белорусского республиканского союза молодежи стали залогом прочного фундамента для будущего в неразрывной связи с исторической памятью о прошлом. А впереди еще много ярких проектов, открытия новых имен и покорения новых вершин. Предметом особой гордости Беларуси является система профессионально-технического и среднеспециального образования, которая не потерялась в 90-е и нулевые годы. Техникумы училища продолжали обучать выпускников школ рабочим специальностям, которые и тогда были востребованы, актуальны они и в наши дни. Строители, аграрии, медицинские работники, пекари и продавцы были и будут нужны всегда. Сегодня белорусская система профессионально-технического и среднего специального образования оперативно реагирует на изменения на рынке труда. Яркий пример вышесказанному – Брестский государственный колледж сферы обслуживания. Здесь готовят востребованных специалистов по таким специальностям, как швея, модельер-конструктор, парикмахер, мастер по маникюру, бухгалтер и другим. О жизни колледжа его нынешних и бывших учащихся расскажет Анастасия Мелешкевич. В наше время люди настолько привыкли к тому, что пошив одежды – это преимущественно женская профессия, что если и замечаем мужчин в ней, то только когда их имена звучат в сюжетах о высокой моде. Хотя если вернуться в прошлое, то можно обнаружить, что портными были сугубо мужчины. Тем не менее, сейчас все реже и реже мы видим представителей сильного пола за кройкой и шитьем. Исключение исправил мастер иглы и нить на протяжении 25 лет Игорь Казак. Мужчина с удовольствием шьет, кроет, и у него это получается легко и красиво. И неудивительно, опыт опытом и образования Игорь Алексеевич получил в Брестском государственном колледже сферы обслуживания. И по сей день он вспоминает его только добрыми словами. Самую основу моих знаний – это дала база, полученная в училище. После этого уже была учеба в университете, я получил высшее образование. Но все равно база знаний и для работы здесь, и для учебы в университете – это была база, полученная в училище, в колледже. В то время это было престижно. Это было престижно, наверное, была востребованная профессия, на нее было очень сложно поступить, получить ее. Был очень большой конкурс. В то время, наверное, было проблематично приобрести одежду. Все пытались себе ее шить, красиво одеваться. Вот поэтому и выбрал специально, чтобы как-то себя одевать. И таких талантливых и целеустремленных, как Игорь Казак, Брестский колледж сферы обслуживания выпустил немало. И каждый нашел себя в профессии. Сегодня колледж предлагает востребованные специальности, одна из которых – именно швея. На такую специальность поступают те, кто считает, что швейное дело не только прибыльное, но прежде всего творческое. Но нередки случаи, когда поступают учиться девушки, которые иголку в руках правильно держать не могут. Но это не преграда к освоению специальности. Окончив отделение портных, они выходят из стен колледжа классными швеями. Могут выполнить индивидуальный заказ на пошив изделия по готовому крою, начиная от простой ночной сорочки и заканчивая сложным в исполнении мужским костюмом. Они различные изделия строят. Кто юбку, кто брюки, кто большой ассортимент. И верхнюю одежду они могут построить и пошить от начала до конца. Потому что на первом курсе, когда они учились, они только по программе прошивали какой-то стандартный ассортимент. Вот, они учились. Здесь они уже закрепляют, на втором курсе закрепляют все знания, которые получили. Ну, плюс добавляется конструирование. Программа очень сложная, потому что за три месяца они должны полностью конструирование любой модели изучить. С детства увлекалась модой, видела красивое ателье, и меня всегда так привлекало, и захотелось связать свою жизнь с этим. Я бы не сказала, что учиться тяжело, только отдельные предметы, но когда ты учишься тому, что тебе хочется учиться, тебе это дается довольно легко. Для многих выпускников Брестский государственный колледж сферы обслуживания становится ступенькой для поступления в высшие учебные заведения. Образовательная траектория многих ребят сегодня однозначно ориентирована на высшую школу. Я в этой ситуации, наверное, был бы не настолько категоричен, потому что, скорее всего, это дань моды. Что дает профессионально-техническое образование, средне-специальное образование? Это, как это не банально звучит, это путевка в профессиональную жизнь. Это профессия, это заработок, постоянный заработок, достаточно высокий заработок. И причем не закрывается же ведь ворота в вуз. А как бы мы ни хотели говорить, наш учащийся, когда пропустил через себя профессию, когда пощупал ее руками, наверное, будет делать гораздо более осознанный выбор и с точки зрения получения высшего образования. Но, насколько я знаю, мнение заказчиков кадров, они очень и очень ценят специалистов, которые, кроме высшего образования, имеют еще за своими плечами профессионально-техническое или средне-специальное образование. Потому что это сплав теории и практики. Поэтому эти специалисты востребованы. Об этом говорит и то, что наши выпускники 100% получают первое место работы. Это достаточно серьезно. В наше время молодежь имеет практичный подход к выбору профессии. Большинство ставит свою цель, освоит такую специальность, которая будет востребована на рынке труда и позволит заработать деньги. И для любителей моды и бьюти-индустрии есть шанс проявить себя и развить творческие способности на специальности мастер по маникюру и парикмахер в колледже сферы обслуживания. Обучение ногтевому сервису с нуля проводится в колледже под руководством высококвалифицированных и опытных преподавателей. Обучение проводится в хорошо оснащенных кабинетах, где есть все необходимые инструменты и приспособления. Колледж, я считаю, дает очень хорошее знание, какую-то хорошую базу для начинающих мастеров. Дальше уже при выпуске можно развиваться в каком-то, может, определенном направлении – наращивание, гель-лак или просто классическое покрытие. Учиться средней сложности, то есть, наверное, в университете все-таки немножко сложнее, потому что там больше точных предметов, но это тоже смотря для кого. А тут сложность состоит в том, что нужно постоянно разговаривать, общаться, от этого тоже устаешь, потому что много клиентов, много общения и много сил на это тратишь. В любой профессии можно реализоваться, независимо от того, высшее это образование или это среднее, зависит только от желания. Девушки практикуются в искусстве маникюра и причесок, учатся различным техникам друг на друге и на близких, занятия по душе и в то же время это обычные уроки в мастерской производственного обучения. Теория без практики мертва. Это закон. Поэтому мы благодарны тем нашим партнерам, которые дают возможность нам организовать практику на производстве, скажем так. Это очень важный момент. Ребенок не только получает практические навыки, он не только работает вместе с профессионалами, но он и получает достаточно серьезные навыки жизни в коллективе, в производственном коллективе. Это очень важно, потому что все же современные технологии, которые отдаляют сегодня в целом молодых людей от живого общения, наверное, в данной ситуации играют злую шутку. А когда человек попадает в коллектив, когда человек попадает в профессиональный коллектив, а если он попадает в творческий коллектив, а среди наших заказчиков кадров, среди наших партнеров, как правило, именно такие коллективы и работают. Поэтому это очень важный аспект, и мы дорожим взаимодействием с нашими партнерами. Помимо обучения, учащиеся добиваются серьезных успехов в различных республиканских и международных конкурсах. И на данный момент количество желающих поступить сюда постоянно растет. Желающих получить образование по специальности монтаж и эксплуатации охранно-пожарной сигнализации можно получить в данном колледже. Набор документов продолжается до 15 сентября. Так что те, кто еще не успели подать документы, спешите. Это вам советует телекомпания Бук-ТВ. На страже общественного правопорядка. Спокойная и безопасная жизнь жителей нашего города напрямую зависит от профилактической деятельности сотрудников милиции. Особое внимание уделяется работе с лицами, ведущими о социальной образе жизни. Накануне московским УВД города Бреста проводился развод и инструктаж личного состава патрульно-постовой службы, направленный на выявление и предотвращение правонарушений. Милиция осуществляла патрулирование по горячим точкам, местам, где наиболее часто совершаются те или иные преступления. Подробности в материале следующего сюжета. Быть на страже общественного порядка и безопасности – дело нелегкое, требующее организованности и самодисциплины. Кроме того, сотрудники патрульно-постовой службы должны обладать определенными боевыми навыками, а также уметь пресекать правонарушения. Подготовка к патрулированию территорий, как и всегда, началась с развода инструктажа личного состава, в ходе которого показывали правильную технику выполнения основных приемов захвата и ареста правонарушителей. Патрульно-постовая служба милиции – это специальное подразделение органов внутренних дел, которые выполняют задачи по обеспечению охраны общественного порядка на улицах и иных общественных местах, а также при проведении массовых мероприятий. Я считаю, что самая наша главная задача – это порядок и спокойствие на улицах нашего любимого города Бреста. Патрульно-постовая служба разбивается на патрули автомобильные, пешие патрули, которые несут службу по охране общественного порядка. В их задачи входит выявление, пресечение административных правонарушений. В ходе несения службы сотрудники патрульно-постовой службы милиции при выявлении административных правонарушений принимают меры к задержанию их и доставлению в московский РУВД города Бреста. Кроме этого, при поступлении в дежурную часть, либо на линию 102, сообщении о семейных скандалах, различных происшествиях, выбывают на места происшествия и разбираются по существу. Работа в органах патрульно-постовой службы – задача не из легких. И справиться с ней может далеко не каждый. Однако сложность профессии не страшит молодых людей, выбирающих для себя этот путь. Они уверены в том, что могут справиться с любыми трудностями. В МВД. Я пришел еще в 2020 году. Туда меня привело желание помочь своей стране в действительно сложный период для нее тогда. Я пошел на срочную службу во внутренние войска. Там мне дали прекрасную физическую подготовку, идеологическую подготовку. После этого я решил продолжить свою службу, но уже на контракте в органах внутренних дел здесь, в Московском РУВД. Патрулирование – это обеспечение охраны общественного порядка в нашем городе, чтобы люди могли, простыми словами, спать спокойно, не бояться выйти на улицу. В то время, когда алкоголь становится главной жизненной ценностью, без которой не можешь существовать, вся дальнейшая жизнь уходит на последний план. А то и вовсе не важна. Патрулируя по местам, где наиболее часто совершаются правонарушения, сотрудники милиции заметили компанию мужчин, которые распивали спиртные напитки на территории парка. Реакция правоохранителей на данное правонарушение последовала незамедлительно. Для того, чтобы собрать всю необходимую информацию о нарушителях, сотрудниками правоохранительных органов был задан ряд вопросов, в числе которых дата рождения, а также прописка и место проживания. Такие легкие, казалось бы, вопросы вызвали некоторые затруднения при ответе. Еще раз. 2-2-1-1-0-5. Такого года рождения существует в числом месте. Служба патрульных многопланова. Помимо охраны общественного порядка на улицах, в зонях ответственности и проверка уже ранее засветившихся злачных мест. В этот раз милиционеры отправились в один частный дом, или правильнее сказать, притон, в который весьма часто заглядывают любители горячительных напитков, для того, чтобы в очередной раз приложиться к стакану и поднять себе настроение. «Здравствуйте. Московская руна города Бреста. Прапорщик Корделюк. Кто у вас дома есть на данный момент? Давайте пройдем, посмотрим». Посмотрели. В доме действительно никого на этот раз не оказалось. Свидетельством бурных излияний были только пустые бутылки и остатки еды. Но само зрелище интерьера комнаты не для слабонервных. После такого посещения хочется вытереть ноги на выходе и вымыть руки. Представить обывателю, что в таких условиях может жить человек, сложно. А милиционеры с подобными ситуациями сталкиваются постоянно. И это лишь два адреса, на которых побывала наша съемочная группа. Работа же патрульных продолжилась в штатном режиме. Спорт был и остается той мощной созидательной силой, которая, несмотря на преграды, ситуацию в мире и расстояние, объединяет единомышленников. Подтверждением тому служит международный турнир по мини-футболу среди команд таможенных служб, которые вот уже 14-й раз проходят на гостеприимной Брестской земле. Кубок победителя разыгрывался на протяжении пяти дней между командами из Беларуси, Российской Федерации и Кыргызстана. Накануне прошло торжественное закрытие соревнований. Анастасия Мелешкевич расскажет о том, в какую страну уедет Кубок победителя 14-го международного турнира по мини-футболу. В 14-й раз в городе Надбуком прошел международный турнир по мини-футболу среди команд таможенных служб Евразийского экономического союза. Если в прошлые годы в соревнованиях принимали участие 8 команд, Беларуси и Российской Федерации, Латвии, Словакии и Кыргызстана, Украины, Азербайджаны и Армении, то на этот раз в городе Надбуком сильнейшую команду определяли три страны – Беларусь, Россия и Кыргызстан. На протяжении пяти дней они показывали свои лучшие качества, пороли за кубок и звание сильнейшего. Международный турнир по мини-футболу сплочает между собой сотрудников таможенных органов и стран Евразийского экономического союза. Очень важно, что команды приезжают. И что самое характерное, в этом году приехали новые команды. Новая команда с российской таможенной службы и новая абсолютно команда с Кыргызской республики. Я надеюсь, даже скажу больше, я уверен, что международный турнир в городе Бресте по мини-футболу среди таможенных органов будет продолжен и далее. Несмотря на то, что условия турнира были достаточно просты, каждая игра была по-своему необычной и экспрессивной, а каждая команда выкладывалась по полной, демонстрируя профессиональное мастерство и хорошую подготовку. Все это вкупе давало зрителям незабываемые впечатления и, конечно же, эмоции. И благодаря схеме каждый с каждым по круговой системе команды прочувствовали друг друга во всех играх. Безусловно, уровень команд достаточно серьезный. Мы отдавали все силы на поле, чтобы проявить все свои самые лучшие качества. Результатом своим, конечно, недовольны, потому что мы всегда перед собой ставим максимальные задачи. Поэтому в следующем году постараемся, конечно же, занять место гораздо выше. Конкуренция ощущалась. Очень крепкие, организованные ребята приехали из республики Кыргызстан. Мы знаем прекрасно уровень команды «Меркурии» ГТК. Неплохая команда приехала из Российской Федерации, которая представляла федеральную таможенную службу. Поэтому уровень турнира был достаточно высокий. И, в принципе, все игры были напряженными. И до конца сохранялась интрига. Белорусская команда показала все свои лучшие качества. Быстроту, ловкость и меткость. Но несмотря на серию успехов республиканского унитарного предприятия «Белтаможсервис», гости из других государств не меньше были настроены на победу. После первых игр я ребятам сказал, что, наверное, самая сильная команда – это ГТК «Белоруссия». Мы четвертый раз приехали, мы всегда знаем их, что всегда сильная команда. И мы знали, что они здесь фаворитами были. Теперь я понял. Лучше Бреста нет места. Пять дней усиленной борьбы завершились. Пришло время закрытия международного турнира по мини-футболу среди команд таможенных служб. Победителям и призерам были вручены дипломы, кубки и медали. А лучшим игрокам, тренерам и всем участникам – ценные призы, учрежденные Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь, «Белтаможсервис», Брестской таможне и Ассоциации Белорусской Федерации Футбола. Вручая награды победителям, мэр Бреста Александр Рогачук отметил, что международный турнир по мини-футболу давно стал доброй традицией. Ежегодно в Бресте собираются лучшие спортсмены-таможенники из разных уголков Европы, демонстрируя сплоченность и представляя возможность болельщикам и гостям наслаждаться интересными футбольными баталиями. В любой игре побеждает сильнейший. Так и в международном турнире по мини-футболу победу одержала команда Федеральной таможенной службы Каргызстана. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович. Специально для итоги недели. Это были главные события Бреста, какими их увидели мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, еще есть что сказать, но дождемся следующего эфира. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы.